Кто сказал, что земля умерла? 12-й фестиваль в 12-м году. Впрочем, это совпадение случайное. Если бы не трудности, носил бы этот зимний аккорд, юбилейный номер 15. Однако с каждым годом проводить бардовский фестиваль все труднее. Если раньше нас поддерживала администрация, отдел молодежной политики поддерживал, и мы стояли в плане, и нам давали возможность. Ну, в общем-то, возможность была. Либо залы проплачивали. Конкурсный концерт мы проводили, потому что было чем людей награждать. В этом году с организацией помог Дом культуры «Дружба». Призов так и не нашлось, поэтому конкурс стал концертом. Впрочем, это не смущает ни зрителей, ни участников. Первым редко удается услышать авторскую песню, а вторым выступить. Поэтому рады тому, что есть. Я пройдет и полгода, и я появлюсь, Чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Три недели назад начали готовить фестиваль. Согласие выступить дали любители авторской песни из Хабаровского края и Амурской области. Приехали и барды приморские. Кто-то выступал во все три дня фестиваля, кто-то прибыл за полчаса до последнего концерта. Конференсье знаменитой Зине и ее мужу из песни Высоцкого пришлось придумывать репризы представления на ходу. А если Диму пригласить, начнут все петь и бросят пить, поскольку Дима Кодин в арт большой талант. Талантов у Дмитрия Кодина оказалось много. Один из них – заводить зал. Хотя, может, дело было в выбранной песне. Ее пели все. Под крылом самолета о чем-то поем, зеленое море тайги. Понимаете, здесь людей узнают по песне. А не по должности, не по званию, не по тому, где он какой занимается, чем он занимается. Абсолютно не имеет значения. Они и свои в доску парни в свитерах и шарфах, они же – леди и джентльмены. Признаются, что бардовское течение – это особенная жизнь. И, несмотря на разные трудности, обещают – авторская песня будет не просто жить, но процветать. В это верят Екатерина Богдан, Сергей Довиченко, Телемикс.